Что делать с петунией после всходов? После всходов петунии убираем крышку парник, так как парник будет способствовать развитию болезней и ухудшит развитие корневой системы. Чтобы тонкие стебли петунии не обломались, через несколько дней после всходов присыпаем бороздки песком или вермикулитом. Такая присыпка предотвращает гибель молодых растений, увеличивает площадь корневой системы и способствует хорошему развитию растений. Для того, чтобы петуния быстро росла и развивалась, использую такую подкормку. Беру специальное удобрение фертика для петунии. Такое удобрение содержит идеальный состав для рассады петуний. Оно содержит азот, фосфор, калий, магний, а также железо, бор и многие другие важные элементы вхилатные, легкодоступные для растений в форме. Также в подкормку добавляю янтарную кислоту, регулятор роста растений. В 1 литре воды разводим 1,5 грамма удобрения. И добавляем янтарную кислоту на кончике чайной ложки. Янтарную кислоту можно добавлять, не опасаясь передозировки. Ее усвоится столько, сколько нужно растению. Хорошо перемешанный раствор используем в качестве опрыскивания по листу. Повторяем подкормку 1 раз в 7-10 дней. В интервалах между подкормками обильно увлажняем растения. Как видите, подкормка работает. Через 7 дней петуня заметно подросла. А еще через 7 дней листья стали намного крупнее. И скоро такие растения нужно будет пикировать. Как сделать пикировку я покажу в следующем видео. Заказать удобрения для петунии, а также янтарную кислоту, семена петунии и другие препараты для рассады Вы можете по ссылкам в комментариях под этим видео. С доставкой до пункта выдачи или курьером на дом. Сейчас на данный препарат действуют акции.